А какая это була? На самом деле я все знаю. Мы знаем, что вот это многочленное разложение. Я вот эти все, все эти формулы стираю. Вы знаете, что они все не вернят. Многочленное разложение я разложил. Значит, все степени Пида, Зида в степени К, они все, все являются корнями. Вот этого неразложимого многочленного. И значит, у меня, давайте я обозначу. Зида это косинус 2 Пида на Н плюс И синус 2 Пида на Н. Так вот, все числа вида Зида в степени К, где К взаимно просто с числом Н, это все корни вот этого самого многочлена ФН. Мы понимаем, как устроено множество его корней. К любое число взаимно простое с числом Н. А теперь вопрос. А как устроена группа автоморфизмов? Вот вы берете поле рациональных чисел и добавляете к нему число Зида. Вот это вот расширение. Степень этого расширения на поле рациональных чисел. Это Фиатет. Это понятно. Как устроен любой автоморфизм? Ответ. А очень просто. Чтобы узнать, куда переходит любое число при автоморфизме, на самом деле достаточно знать, куда переходит число Зида. А число Зида переходит только в корень из единиц. То есть Зида на самом деле переходит в какую-то степень, в какую-то степень, в какую-то степень. Господа, оказывается для того, чтобы задать автоморфизм вот это поле, достаточно задать слово взаимно простое с числом Н. А? Фиатет. Фиатет. Фиатет варианты, да. Это правда. А теперь, ну это нормально. Крупа автоморфизмов по количеству столько же элементов, сколько степень шире. И так и должно быть. А теперь вопрос. А если у вас при одном автоморфизме Зида переходит в степень К. А при другом автоморфизме Зида переходит в степень М. Что бывает, когда вы сделаете два подряд? Вот смотрите. Первый делаем Зида, превратился в степень К. А при втором Зида превращается в степень М. А куда перейдет при этом Зида в карту? В карту. Ребята, вот эти вот показатели, они перемножаются. Поэтому мы получили замечательную вещь. Группа автоморфизмов вот этого поля, это вот эта вот самая группа. Мультипликативная группа вычетов по лодку Н. То есть, когда вы делаете какой-то автоморфизм, то на самом деле просто вы должны помнить, что Зида переходит в такую-то степень. Отлично. Давайте сейчас я все-таки покажу вам какой-то конкретный пример. Давайте возьмем, чтобы число у нас было бы все-таки достаточно большое. Например, n равно 12. Чему равна функция Эйлера числа 12? Какие числа взаимно просты с 12? Четыре. Четыре, конечно. Конечно четыре. Давайте поймем, что там это будет за автоморфизмом и вообще, что это за поле такое. 12 степень, это не проблема. Это вы должны нарисовать часы. Вот они, наши числа. Надо разделить на 12 частей. Замечательно. Что это за число такое? Здесь у нас третий градус. Значит, это будет корень из трех пополам плюс что? По-моему, плюс не пополам. Согласны? Господа. Согласны или нет? Аллоу? Правильно? Да. Правильно. Замечательно. Слушайте, а группа автоморфизмов способен ли я сейчас выписать у нее таблицу умножения? Числа бывают взаимопростые с 12 такие. 1, 5, 7 и еще что? 11. 11. Ребята, на самом деле никаких проблем нет. Когда я беру какую табличку, это группа из четырех элементов. Поехали. 1 в квадрате это 1. 25. Какой дает остаток времени на 12? 1. 1. А 49? Тоже 1. А 121? 1. Ну, 1 между 5 я вас даже спрашиваю. Вот. И 5 на 1. Так, недолго осталось. 35. Какой дает остаток? 11. А 55? 1, 5, 7. 7, конечно. 5. А здесь? 11. 6. А здесь? 5. А здесь? 5. 5. Так, кто помнит, как называется такая группа из четырех элементов, где квадраты двух элементов это единичные? 1. Четверная группа клей. А? Да. Четверная группа клей. Сколько подгрупп у четверной группы клей? Ну, во-первых, она вся сама. Это понятно, да? 1. Во-вторых, то, что единичный элемент, ну, то есть только одна единица. Так, давайте как число. Есть такая 1, 5, 7, 11. Есть просто 1, и теперь давайте еще какие бывают подгруппы? 1, 5. 1, 5 бывает. Что еще бывает? 1, 7. 1, 7 бывает. 1, 11. Вообще-то больше не бывает в теории Лаганжи, потому что порядок группы подгруппы должен быть делительный, порядок группы. А вот сейчас давайте сообразим. У меня же расширение четвертой степени. Расширение четвертой степени. Причем я вполне себе понимаю, что это за элементы, да? Я к форму национальных чисел добавляю число корень из трех пополам плюс и пополам. Так вот, вообще-то, по теории Лаганжи, для каждой подгруппы существуют те элементы, которые неподвижны под действием этой подгруппы. Вот, например, элементы, которые неподвижны под действием всего-всего-всего. Как вы считаете, что это за элементы? Нет. Это просто рациональные числа. Все. Когда дзита возводят в любые степени, то рациональным числом это без разницы, потому что в них дзита не входит. Согласны? Значит, здесь поле неподвижных элементов это просто поле национальных чисел. Отлично. Так. А вот это, которое выдерживает автоморфизм, когда дзита переходит в дзита. А никакой другой не выдерживает. Итак, это что такое? Подполе, которое только выдерживает тривиальный автоморфизм. Когда все элементы остались на месте, то они остались на месте. Это что такое? Да это просто на просто все большое пользование. Это в присоединении дзита. Вот это. Дальше интереснее. Дальше три задачи. Подполе, которое завершивает вот эти элементы. Дальше. Вот это вот, это тривиальный автоморфизм. То есть, который дзита переводит в дзита. То есть, все элементы поле оставляют на месте. А вот эта штука, это автоморфизм, когда дзита переходит в дзита в пятый. Заметьте, пожалуйста, это группа из двух элементов. Какое должно быть расширение? Расширение какой степени должно быть? Второй, конечно. Да. Итак, можете ли вы мне указать элемент, который при возведении дзита в пятый степень, какую-то комбинацию такая из дзит, которая не тривиальная, но которая при этом остается на месте, когда дзита переходит в дзита в пятый. Семь. Ну, давайте подумаем. Дзита у меня вот здесь. Так, дзита это во второй, в третьей, в четвертой, в пятый. Я говорю, это у меня идея. А давайте я возьму сумму дзита и дзита в пятый. Как вы думаете, если дзиту заменить на дзиту в пятый, то что это? Дзита в пятый плюс дзита в двадцать в пятый. Все понимают, что на самом деле это будет дзита в пятый, или нет? Да. Замечательно. Значит, вот этот элемент дзита будет дзита в пятый. Минус корень из трех пополам плюс и пополам. Минус корень из трех пополам плюс и пополам. Минус корень из трех пополам плюс и пополам плюс. Да, да, да. Значит, что это за число вообще-то? Это И. Согласны? Да. Ребята, вот этой подгруппе соответствует поле кухотки. Отлично. А когда берешь 1 из 7? То же самое. А вот никак. Они добруют противоположные. Посмотрите, 1 из 7, это между прочим, знаете где? Это получается 0. Их сумма 0. То есть у меня вот этот способ не работает, да? Зито плюс зито в 7, он не работает. Да. Хорошо, потому что не работает, не работает. 1 и 11, что? Здесь какой-то сработает. Зито плюс зито в 11, сколько будет? Зито в 11, это корень из 3 пополам, минус 1 пополам. Значит здесь что будет? Корень из 3. Что? Ну, их сумма это корень из 3. Это корень из 3. Для семьи это просто какая-то трагедия. У меня вся теория, понимаете? Я вам обещал. Каждый подгруппы. Каждый подгруппы соответствует. Причем единственное подполе, которое состоит из точек неподвижных под действием этой подгруппы. Обещал? Значит, вы сейчас должны найти нетривиальный элемент, который при возведении, вот когда дзито переходит под дзито в 7, который остается на месте. Потому что иначе получится, что основная теория у узла просто не одна. А, ноль. Остается ли? Ноль. Ноль остается. Только только. Мне нужно нерациональное число. Мне нужно нерациональное число. Александр Семенович, дзито в 4 остается на месте. Мы с вами уже поняли, что число и, а у нас есть вот здесь. Есть корот и. Каждой подгруппе должно соответствовать единственное подборье. 1,7 это очевидно подгруппы. Значит, так в поле должно быть. Отец Ильич, дзито в 4 перейдет само в себя. Дзито в 4. Давайте подумаем. Сколько будет 12 делить на 4? 3. Именно. Что такое дзито в 4? 3. Ну, это корень аморийник в скобе в минус 1. Это корень 3. 3. 1. 1. 1. Ребята, ведь он решил задачу. Действительно, здесь надо взять... Я понимаю, что, скорее всего, вы сейчас ничего не понимаете. Поэтому давайте к нему вот эту картинку нарисуем в более понятном образе. Жило-было в поле всех рациональных чисел. У него какие были расширения? В самом верху более рациональных чисел в добавлении 7. Это корень 12 степени из-за единицы. Отлично. Здесь происходит, так сказать, расстроение. А именно, у нас здесь есть ху от и. Кстати, на всякий случай, это поле корней четвертой степени из-за единицы. И, в принципе, это можно записать как ху от и дзито в кубе. Потому что и это дзито в кубе. Отлично. У нас есть другое. Это почему? Что? Почему и это дзито? Потому что и это дзито в кубе. Дзито в 30 градусах, этот 60, этот 11. Стоп, Александр Сергеевич, а почему в подполье 1,7 ответ дзито в четвертой? Потому что ты сам скажешь. Потому что дзито в четвертой выдерживает возведение в 7 степени. Потому что 28 при делении на 12 дает остаток 4. Разве нет? Понял? 28, 7, 4. Итак, здесь у нас ху от и дзито в четвертой степени. Это поле корней третьей степени. Вот это корни четвертой степени, вот это поле корней третьей степени. А вот это интересно. Другое поле. Что это у нас будет такое, господа? Где у нас там было новое письмо? Корень из трех. Ку присоединение в корень из трех. Ку присоединение в корень из трех. Ну, вообще-то, я бы не сказал, что это поле каких-то корней. Это вещь уже непонятная, правда? Откуда-то возникло число корень из трех. Тем не менее, это каждый раз расширение второй степени. И все они содержатся в расширении какой степени? Пи, двенадцатый. Ну, 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 три. Ну, 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 ну. Пиа. Зито. Вспомните, пожалуйста, зито было корнем какого многочлена? x 12 минус 1 x 12 минус 1 замечательно а минимальная многочинная числа в какой степени? 4 мы специально все время говорили φ 12 это 4 ребята вот это расширение в какой степени? 4 еще раз здесь расширение второй степени второй степени и здесь каждый раз второй степени да, более-менее понятно? поскольку вы очень так вяло реагируете давайте сделаем так я все-таки для того, чтобы убедиться что вы все-таки это понимаете выпишу вам, что же такое φ 12 потому что я смотрю на вас и немножко сама, немножко в ужасе итак, что такое φ 12 надо взять x в 12 минус 1 и разлагать на множество x в 6 минус 1 ребята, это на самом деле произведение f1, f2, f3, f6 правильно? здесь будет здесь будет x в 6 плюс 1 какие делители у числа 12 остались? 1, 2, 3, 6 еще какие делители бывают в 12? 12 честное слово бывает 4 еще что бывает? 12 еще бывает 12 замечательно кто помнит, что такое f4? x в квадрате минус x плюс 1 х в квадрате многочленные круги на 4 части x в квадрате плюс 1 x в квадрате плюс 1 f в 4 это минимальный многочлен вот этого числа f в квадрате плюс 1 0 значит, f в 4 это x в квадрате плюс 1 куда не денешься так и что такое f в 12 это x в 6 плюс 1 делить на х квадрат плюс 1 то есть это на самом деле х в четвертой минус х квадрат плюс 1 понятно? вот такой минимальный многочлен для того самого числа ребята сейчас следующая лекция объяснит вам во всех подробностях ту же самую картинку только для числа 17 в чем там будет разница? в том, что фи от 17 это сколько? 16 а раз фи от 17 это 16 числа 16 какие будут степени двойки 1 2 4 8 поэтому будет немножко другая башня давайте поймем какая важная будет в следующий раз бывает поле рациональных чисел бывает 16 степень вот то самое поле у числа 16 какие бывают делители? 2 правильно? да а еще какие? 4 8 16 ну 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 итак 2 бывает 4 бывает 8 8 16 16 ребята прелесть в том что вот такой вот развилки для 16 лет соответственно в следующий раз нужно будет понять что это за поле что это за поле что это за поле ну и соответственно все выписать что это за поле это не так что это за поле